Проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 1008-й, третий том. Как быть, если родители неверующие, не отпускают из дома, а в пост они предлагают есть мясо? Ответ Игнатия Лапкина. Судя по записке, пишет кто-то несовершеннолетний. Судя по почерку, учится не дальше пятого класса. А судя по орфографии, как будто и не русский человек. Столько ошибок. Куда не отпускают? Если не отпускают в храм, то подчиняйтесь им всю неделю, кроме воскресения. А в воскресенье сбегите из дома, помолитесь и возвратитесь. Попросите Федора Сикиота помочь вам. Он был большой мастер в этом деле. Его мать не отпускала, била и связывала. Но этот фанатик отстоял свою свободу. А помогавший ему Георгий Победоносец обещал отсечь ей голову, если она будет еще мешать. И неправославная матушка сдалась. Относительно поста тут вы лукавите. Насильно в рот вам никто не вкладывает, а только предлагает. Когда на уверовавших мальчиков из богатых семей неверующий отец возлагал богатое деяние, а те этого не желали, то они бросались в помойную яму и пачкали эту одежду. Битье в этом случае нисколько не помогало. Откажитесь от скоромной еды и ешьте один хлеб с водой. И любящая мать уже к вечеру приготовит вам постную пищу по вашему вкусу. По одному слову предлагают, вижу, что они вас любят. Слушайтесь, родители. Оказывайте им всякое внимание и ласку. Старайтесь быть ближе к ним и расположить их к себе. Покажите, что ваше обращение ко Христу сделало вас лучше. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова